Добрый день, уважаемые президиум и участники конференции. Мои студентки 4-го курса педиатрического факультета 7-й группы Антонова, Анастасия и Цыплакова-Полина представляем вашему вниманию нашу работу на тему наличия уровня эмоционального выгорания среди студентов Саратовского государственного университета имени Розумовского. Руководитель, ассистент Рукачева Ольга Викторовна, кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом правоведения и истории медицины. Синдром эмоционального выгорания – это выработанное личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций, в ответ на избранное психотравмирующее воздействие. Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения. Тема очень актуальна, так как здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Жертвой эмоционального состояния может стать любой человек. Цель нашей работы – определение наличия факторов эмоционального выгорания среди студентов Саратовского государственного университета имени Розумовского. Задача – изучить по литературным данным наличие факторов эмоционального выгорания, разобрать, сработать анкету, провести анкетирование студентов СГМУ и предложить рекомендации по снижению факторов эмоционального выгорания. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально включила профессиональное выгорание в 11-й пересмотр международного классификации болезней и по решению должно вступить уже в силу с 1 января 2022 года. Изучая статистические данные, мы выявили, что за 2019 год 72% россиян когда-либо испытывали профессиональное эмоциональное выгорание. 66% – сербы, 62% – поляки. Жители Бельгии, Италии, Испании и Великобритании в равной степени испытывали эмоциональное выгорание – 49-52%. Французы испытывают эмоциональное выгорание намного реже – 44%. В 2016 году в городе Балашов было проведено исследование, в котором участвовало 30 педагогов. В результате было выявлено, что 2 педагога – это 7% на стадии эмоционального выгорания и напряжения находятся в стадии формирования. 8 педагогов – 26% сформированы на стадии эмоционального выгорания и напряжения. 3 педагога – 10% стадии эмоционального выгорания и резистенции не сформированы. 5 педагогов – 17% стадии эмоционального выгорания и резистенции находятся в стадии формирования. 2 педагога – это 7% сформирована стадия эмоционального выгорания и резистенции. И 10 педагогов – 33% стадии эмоционального выгорания и истощения не сформированы. В 2017 году оценивалось Агентство о медицинских исследованиях и контрольном списке методологии качества для перекрестного исследования. В результаты было включено 4664 медицинских резидента, которые были объединены в следующую группу. Общая хирургия, анестезиология, акушерство, гинекология, ортопедия 40,8%, внутренней медицины, пластическая хирургия и педиатрия 30%, отоларингология и неврология 15,4%. Общая распространенность вакарания по всем специальностям составляет 35,7%. В 2017 году были опрошены студенты-медики, всего 383 человека в Университете Соково-Колледже «Корка». Среди них 44,8% сообщили о высоком уровне эмоционального истощения, 25,6% о высоком уровне цинизма, 51,2% о низком уровне профессиональной эффективности. Используя опросник эмоционального выгорания бойка, мы разработали анкету из 32 вопросов. В нашем анкетировании приняли участие 100 студентов СГМУ лечебного и педиатрического факультета с 1 по 6 курс мужского и женского пола. В результате исследований были выявлены показатели, которые отображают начальные процессы эмоционального выгорания. Это выявлено в следующих вопросах. Бывает, я плохо засыпаю из-за переживания, связанных с учебой. 66,4% ответили «Да», 33,6% «Нет». Если студент мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему время. 64,5% ответили «Да», 35,5% «Нет». Я переживаю за свою учебу. 53,5% опрошенных «Да», 46,7% «Нет». Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах учебы. 61,7% «Да», 38,3% «Нет». На учебе я испытываю постоянные физические и психологические перегрузки. 50,5% «Да», 49,5% «Нет». Несмотря на то, что у 30% студентов появляются симптомы, остальные 70% устойчивы к эмоциональному выгоранию. Это видно по ответам. Обычно я прихожу на учебу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении. 65,4% ответили «Да», 34,6% «Нет». Я часто с учебы приношу домой отрицательные эмоции. 59,8% ответили «Нет», 40,2% «Да». Я охотно рассказываю домашним о своей учебе. 63,6% ответили «Да», 36,40% «Нет». Пациентам можно дать следующие рекомендации по мерам принятствующим развитию синдрома эмоционального выгорания и стрессоустойчивости организма. Регулярный отдых, регулярные физические упражнения, полноценный сон, организация своей учебы, наличие хобби. Мы подобрали памятку, которая была разработана специалистами Ямальского центра медицинского профилактики. Она рассказывает об эмоциональном выгорании, как ее распознавать и как с ней бороться. Вывод. Изучив литературные данные на международном портале ПАПМЕД, можно сказать, что частота случаев эмоционального выгорания высокая. Разработав и проведя анкетирование на основе опросника «Бойко» среди 100 студентов СКМ Неразумовского лечебно-педиатрического факультета с 1 по 6 курсов мужского и женского пола, мы выяснили, что у 30% студентов выявляются начальный этап эмоционального выгорания, а 70% устойчивы этому состоянию. На основании того, что мы обнаружили, были подобраны рекомендации и памятка для снижения уровня эмоционального выгорания. На данном слайде список литературы. Спасибо за внимание.